МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 1942 год. Вторая мировая война. Белоруссия. Несвижский замок. Ночью на посту часовые обеспокоенно вглядываются в глухую черноту парка. Вдруг один из солдат начинает стрелять. Сквозь выстрелы слышится панический крик. Шварцфрау! Шварцфрау! По тропинке к постовым, медленно ступая, приближается женская фигура в черных одеждах. Солдаты видят ее не в первый раз. Она является им каждую ночь. И сегодня черная дама пришла, чтобы прогнать захватчиков из своего фамильного гнезда. Она охраняет его уже много сотен лет, с тех пор, как вышла из магического зеркала. Странный сон, который Александра Понятовская увидела в юности, она и сегодня помнит наизусть. На девушку молча смотрела молодая и очень красивая женщина. Незнакомка не произносила ни слова. Но Александра не могла оторваться от ее невероятно грустных глаз. Женщина ничего не говорила, женщина молчала. Но вот как во сне бывает, одно изображение как-то перекрывает другое. Вот эта женщина, она была как-то одновременно с огнем и с машиной. Звук тормозов автомобильных. Ну, то есть вот я не могу сказать, что я внятно видела автомобильную аварию. Но все, что сопутствует автомобильной аварии, оно было. Просто я тогда не поняла. А женщина просто молча и очень грустно на меня смотрела. Во сне Александра заметила, женщина очень сильно похожа на нее. Только спустя годы девушка поймет, кто именно явился к ней. И самое главное, зачем. Меня пытались предупредить. Я не знаю, могла бы я что-то сделать, не могла бы. Но мне бесконечно печально, что я не поняла. Вот это мне действительно печально. Через месяц в автомобильной катастрофе погиб близкий друг Александры. Сновидение оказалось вещем. А спустя пять лет девушка случайно увидела портрет женщины, которая явилась ей во сне. На картине была изображена Барбара Радзивилл. Королева Польши. Представительница одного из древнейших и влиятельнейших родов Европы. Сама Александра Понятовская – потомок Радзивиллов. Она приходит к представителям рода для того, чтобы предупредить их о беде. Ну, для того, чтобы, наверное, они как-то могли ее избежать. Шестнадцатый век. На закрытом приеме Барбара Радзивилл познакомилась с будущим королем Речи Посполитой – Зигмундом Августом II. Несмотря на огромное влияние и богатое состояние Радзивиллов, мать Зигмунда была против этого союза. Влюбленные обвенчались тайно. После коронации Барбара начала болеть и вскоре умерла от неизвестного недуга. Считается, что неугодную невестку отравила Бонасфорца, мать Зигмунда. Барбару действительно отравила Бонасфорца, потому что никуда она не вписывалась, потому что она мешала. Вот если объективно посмотреть на те геополитические заинтересованности, которые в этот момент были ушедшей Посполитой, то абсолютно очевидно, что действительно Зигмунду нужно было жениться на ком-то из Габсбурга. Но он уже женился. То есть эта женитьба, она достаточно... Она достаточно серьезно мешала планам Шеча Посполитой на международной арене. Король обратился к знаменитому магу Твардовскому, который умел вызывать умерших в своем волшебном зеркале. Пан и его помощники несколько дней готовились к ритуалу, закрывшись в подвале Несвижского замка. В назначенный час туда привели короля. Зигмунда предупредили. Он ни в коем случае не должен касаться образа Барбары. Ритуал начался. Внезапно в глубине зеркала показалась женская фигура в белых одеждах. Призрак медленно двигался навстречу королю. Затем девушка шагнула сквозь стекло и оказалась в комнате. Появилась Барбара. И Зигмун просто не выдержал напряжения и отчасти, что он, наконец, ее видит. И от желания удержать, наверное. Он к ней все-таки бросился и коснулся. Когда обезумевший от счастья муж коснулся образа, наряды красавицы почернели, и видение рассыпалось. По какой технологии готовил свои зеркала пан Твардовский, неизвестно. Но ученых поразило то, что на их поверхности нашли странные голограммы с изображением тех, кого маг демонстрировал во время ритуалов. В польских летописях сохранилась легенда о маге-чернокнижнике, который вызвал королеву Барбару с того света. Считается, что ее призрак навсегда застрял между мирами и поселился в Несвижском замке. Он появляется внезапно. И так же внезапно исчезает. Зеркало – самый загадочный предмет, которым когда-либо владел человек. Необычные свойства зеркал изучал Леонардо да Винчи. В его рукописях сохранились чертежи странных конструкций. В Санкт-Петербургском музее оптики по одной из схем да Винчи построили зеркальный кабинет. Мои коллеги, которые иногда берут у меня ключи от этой комнаты, и по утрам или по вечерам здесь садятся, закрываются и медитируют. Говорят, что эффект, вообще говоря, такой удивительный получается. Когда ты оказываешься в пространстве, окруженный своими же отражениями, и, в общем, в голове что-то происходит особенно. Особое отношение к зеркалам было в древности. Например, египтяне верили, что в зеркалах живут души людей. Они хоронили зеркала вместе с хозяином. Нельзя было зеркало свое никому отдать. И когда, например, открыли гробницу Тутанхамона, то вместе с большим саркофагом и его мумией нашли два маленьких саркофага с его зеркалами. Они здесь же были похоронены. Душа должна соединиться с телом. А поскольку еще египтяне клали пищу в могилы, так вот пища стояла и у мумии, и у зеркал. Душа тоже кушать должна. В Китае зеркала были не просто магическим инструментом, но и признаком достатка. Они определяли статус человека. Украшения носили на поясе. Чем важнее человек, тем у него больше зеркало. Самое большое зеркало, естественно, было у императора. На телеге возили за императором, но уже на поясе не удержишь. До наших дней дошли так называемые волшебные зеркала Китая. С виду они обычные, но стоит навести на отражающую поверхность луч света, как солнечные зайчики приобретают отчетливый рисунок. Блик повторяет картинку тыльной стороны зеркала. Когда технологию удалось восстановить, ученые были поражены. Это зеркало, во-первых, нужно было держать на стакане, чтобы только за краешек вот оно упиралось. Дальше полировальник должен был быть на кончик пальца. Маленький совсем. И очень легкими движениями. Как говорят, 3-4 месяца, не меньше. Нужно было там по 8-10 часов в день водить по этому зеркальцу. После такой ручной полировки выбитые неровности на зеркале становились незаметными, но сохранялись. Поэтому рисунок появлялся только после того, как на него попадал прямой луч света. Несколько лет назад в руки Виктору Ветвину из Санкт-Петербурга попались работы американского врача Раймонда Моуди. Закеанский доктор описывал пациентов, которые в зеркале видели умерших близких. Виктор Ветвин из любопытства решил проверить это на себе и однажды увидел в зеркале своего покойного деда. Где-то он выходит, он как бы вот появляется, вот реально все, борода чуть моложе был, одежды, честно, уже не помню. Как бы вот он стоял, он не говорил, он просто глядел. Мне не удалось как бы его проводить в последний путь, даже вот когда он умер. И так получилось, что я в то время еще в армии послужил. Вот. И осталась, по-видимому, какая-то недосказанность. Петербуржец начал проводить собственные исследования. Теоретических знаний не хватало, и он написал письмо самому Моуди. Тот охотно поделился мыслями. Свидание с призраком проходит в полной темноте. Человек не должен ни на что отвлекаться, полностью освободить свое сознание. Добиться подходящего состояния помогает звуковая терапия. Вот бинауральная терапия, она как бы и делает именно вот это состояние. Это состояние инсайта, да. Когда синхронно работают два полушария, и получается единое действие, да. То есть если есть цель, то она достигается достаточно быстро. Какую роль тут выполняют зеркала? И почему изображения столь отчетливы и реалистичны? Возможно, их появление провоцирует сам человек, используя скрытые ресурсы мозга. Или зеркало и в самом деле открывает дверь в иной мир. Исследователь из Воронежа Александр Сухоруков уже много лет изучает биополе Земли и всех ее обитателей. Часть его экспедиций проходит в места, которые принято называть аномальными. Именно там легче всего обнаружить дверь в параллельные миры. Вот только как открыть ее? Мы возбуждали окружающее пространство, энергетику, поле возбуждали различными способами. Это были электромагнитные контуры, по которым опускался ток. То есть какую-то электромагнитную аномалию мы создавали. Теорий о том, как создать аномалию искусственно, немало. Группа Александра Сухорукова, кроме электрического тока, попробовала влиять на пространство с помощью зеркал. Это мы применяли в обланты и зеркала. То есть фокусировали их в определенной точке, фотографировали. Дальше, значит, лазерами мы пытались, тоже их сводили в точку определенную, несколько лучей лазера. Ученые обнаружили, что на снимках все чаще появлялись непонятные объекты. Вот один из таких вот спиралеобразных кругов, диаметр там около 20 и больше метров. Мы их назвали порталом, потому что на некоторых из них проявлялись... Вот еще один портал. Вот на этом портале выходит как бы луч света из него. Вот здесь вот тоже портал, в другом месте. Здесь вот какая-то капсула рядом с этим порталом, вот такая каплеобразная, и там какой-то силуэт еще просматривается. Были другие, где не спиралиобразные, круговые вот такие, фиксировались светящиеся объекты. Порталы, через которые проникали объекты, на этих фотографиях созданы искусственно. Но зафиксировано немало случаев, когда двери в параллельное пространство открывались сами. С этим явлением связывают истории об исчезновении людей. История знает немало загадочных происшествий. Странный случай зафиксирован в архивах итальянского города Токона. 3 мая 1753 года к местному графу Занетти пришел известный ремесленник Альберто Гордони. Мужчина вошел во внутренний двор Занка и на глазах у многочисленных свидетелей растворился в воздухе. А через 22 года во дворе Занка появился человек в старомодной одежде. В нем узнали того самого ремесленника Альберто Гордони. Мужчина заявил, что принес заказ и требовал отвезти его к графу. Историю с его многолетним отсутствием он и слышать не хотел. Ремесленник был уверен на дворе 3 мая 1753 года. Альберто рассказал, что провалился в замке в странный тоннель, где провел несколько минут и возвратился обратно. Чтобы доказать, что он не сумасшедший, мужчина снова пошел на это место. Сделал шаг и исчез. Теперь уже навсегда. Люди исчезали. Каким-то образом попадали в этот канал. И все. Иногда зафиксированы факты возвращения. Допустим, отряд монголов появился через 50 лет. Сейчас я уже забыл. Подмосковье. В каком-то там авраге. Совершенно неожиданно. Да, другие вещи фиксировались. Когда возвращались оттуда каким-то образом люди, ну, попадали, видимо, в какой-то резонанс. Но чаще не возвращаются. Порталы могут служить не только выходом, но и входом в наше пространство. Через них к нам попадают неизвестные сущности из параллельного мира или, как говорят исследователи, из другого частотного диапазона. Так вот, из этого, так сказать, диапазона, возможно, вот при открытых вот таких порталах действующих, они действуют не все время. Вот. Они в определенные моменты только действуют, когда много условий совпадает достаточно. А появляются вот такие объекты. Вот типа там Баба-Яги, Снежного человека, каких-то светящихся объектов, которые мы наблюдали. В Санкт-Петербурге, в усадьбе Борядиных, хранится уникальное зеркало. Когда-то оно принадлежало великой княгине Ольге Романовой. В здание давно въехали современные организации, но интерьер частично сохранили. В том числе и зеркала. Поговаривают, что часто из этого зеркала выглядывает сама хозяйка, которая охраняет место. Удивительно. Но нашей камере удалось зафиксировать этот эффект. Во время съемок вдруг появилось лицо княгини. Секрет прост. На зеркальную поверхность специальными красками наносился рисунок. Такие зеркала делали в Венеции. Но суеверные мастера никогда не изображали на них людей. Считалось, что вместе с портретом в зеркале навсегда поселится душа человека. Княгиня рискнула. Удивительно, но сегодня ее часто видят не только в зеркале с портретом, но и в остальных, хранящихся в усадьбе с тех лет. Исследователи связывают это с такой феноменальной способностью зеркал, как умение запоминать предметы или события, которые когда-то в них отражались. Когда напыляют зеркала стопроцентного, для того, чтобы полностью свет отражался, там случайные такие капли, они разбиваются о поверхность стекла и превращаются в такие лепешечки. И лепешка на лепешку, и как бы во все стороны и равномерное расплескивание вот этих частиц горячих, и получается стопроцентное зеркало. Потому что много-много этих лепешечек, они как плоскопараллельные зеркала, но непаралельной формы. В этих тончайших ловушках кванты и фотоны застревают. Чтобы изучить и зафиксировать эффект зеркальной памяти, ученые используют лазерные зеркала. Их поверхность состоит из равномерных слоев. В них-то как раз и путаются микроскопические пленники настолько сильно, что оказываются там запертыми на долгие дни, месяцы и даже годы. Получается запоминание лазерными зеркалами той информации, которую имели фотоны, предварительно проходя через какие-то источники информации. источниками информации могут быть как живые объекты, клеточки и различные участки тела животных, человека и вообще любых, даже и растений в том числе. Свои исследования физик Георгий Тертышный проводил вместе с генетиком Петром Горяевым. Ученые пытались понять, как это свойство зеркал можно использовать в медицине. Опыт проводили на грызунах. Крыс с заболеванием поджелудочной железы облучали информации, взятой с помощью лазерных зеркал со здоровых сородичей. Животные выздоравливали. Затем ученые повторили опыт уже на расстоянии. Вот такая радиоволна, она распространяется далеко, вплоть до вот, то, что мы использовали, 20 километров. На расстоянии 20 километров десятки крыс у нас выздоровели, у всех регенерировала поджелудочная железа. Это гигантский успех. 1930 год. В пожарную службу небольшого английского городка поступает звонок. Очевидец сообщает о том, что горит дом. Но дежурный только лишь лениво отвечает. Это мираж. Дом, о котором говорят люди, сгорел еще 50 лет назад. И на его месте давно стоит современная вилла. Примечательно, что ее обитатели, находясь внутри, никакого пожара не видели. 1999 год. Калининградская область. Местный охотник идет в лес и натыкается на немецких солдат времен Второй мировой войны. Они тихо переговариваются. Остановившись, сверяют карту, делают еще несколько шагов и исчезают. Ежегодно загадочная картина появляется на западном побережье острова Крит. Под утро, недалеко от замка Франко-Костелло, возникает шеренга вооруженных всадников. Она движется к стенам крепости и начинается кровавая битва. Слышны крики воинов, стоны раненых и звон оружия. Но с первыми лучами солнца все затихает. Призраки растворяются в воздухе. Призраки и привидения как раз имеют общий корень с нашим обнаруженным явлением, которое мы назвали памятью поля. То есть все события, которые происходят с нами, я пока тоже не могу сказать, что все буквально, а какие-то выборочные сюжеты записываются природой. Откуда же берутся миражи? Древние мудрецы говорили, это призраки стран, которых больше нет на свете. Исследователи, занимающиеся этой темой, уверены, так шутит время. Именно оно переносит в наш мир эти странные слепки из прошлого и даже будущего. Время связывает воедино абсолютно все объекты окружающего нас мира. И только от него зависит, в какой точке пространства окажется информация. Гениального астрофизика Николая Козырева обвинили в шарлатанстве, когда узнали, что он работает над созданием машины времени. В Дмитровской тюрьме Козырев часами обдумывал оставленные на воле научные труды. Время представляет собой некоторое физическое явление, которое, соответственно, можно изучать физическим экспериментом. Козырев был убежден, время – это энергия. И все процессы во Вселенной идут с поглощением или выделением этой энергии. Он считал, если создать установку, которая будет влиять на время, человек сможет путешествовать в прошлое и будущее. Ученый обратил внимание на зеркала. А точнее, на отражение в них. То есть, основная его идея заключается в том, что зеркально отраженный мир – это мир с обратным ходом времени. То есть, с обратными причинно-следственными связями. Вот то самое «Зазеркали», где бывали разные герои литературные, он считал, что, возможно, существующим миром. Он говорил о том, что мир с обратным ходом времени – это вовсе не тот, который получается, когда мы прокручиваем пленку назад, где люди бегают назад. И все происходит наоборот. Нет, там тоже люди ходят вперед лицом, только они перевернутые. У них сердце справа, они левши, а это мир за зеркалью. Козырев нашел универсальный отражающий материал. Такими свойствами обладает алюминий, но довести исследование до конца не успел. В 83-м его не стало. По сохранившимся чертежам новосибирские ученые собрали экспериментальную установку. Ее назвали «Зеркала Козырева». Внешне конструкция представляла собой алюминиевую спираль, свернутую по часовой стрелке в полтора оборота. Зеркальная установка по теории астрофизика должна была отражать время и фокусировать различные излучения. У людей, побывавших в зеркалах Козырева, терялось чувство гравитации. Кому-то казалось, что тело начинает вращаться. Кто-то уверял, что вращаются зеркала. Перед нами открывается условно назовем окно, дверь, как угодно в иной мир, который очень трудно описать словами, может быть очень близко к тому, что описывает Налимов как пространство смыслов. То есть мы оказываемся условно как бы в открытом космосе. Мы можем увидеть Землю с высоты свободного такого полета, из птичьего, а потом и космического полета. Мы можем перемещаться уже более направленно в ту зону, которая нас интересует. Александр Трофимов показывает снимки одного из экспериментов. Все, что происходило в зеркалах, снимали и затем тщательно изучали каждый кадр. На полной темноте кинокамера фиксирует объект. Здесь стоп-кадр, но специально осталась перфорация, никакого монтажа естественно здесь нет. Вот этот объект, он баражирует вокруг головы исследователя, который не видит. Еще один его кадр. Изменяется состояние пространства внутри зеркал. Очень серьезно. Если здесь будет заметно, металлические зеркала, они как бы условно, в кавычках, скажем, дематериализуются. Камера фиксирует стенку помещения, где располагаются зеркала. И вот мы видим уже, через 0,2 секунды человека, оператора, в другом положении. Он развернулся почти на 180 градусов. Пространство внутри зеркал исследователи назвали пространством Козырева. Считалось, что оно открывает путь в другие неизведанные миры с помощью энергии времени. Местом проведения следующих экспериментов был выбран крайний север. И не случайно. Мы были в зоне, где Козырев предполагал, открывается доступ к информации нереализованной из будущего. В силу того, что, по его предположению, в зоне выше 73 градуса изменяется ход времени. По Козыреву время имеет еще и ход. На Диксоне человек, помещенный в фокус зеркал Козырева, ждал информации из Новосибирска. Там, в институте, также в зеркальной установке, находился оператор. Компьютер выдавал в произвольной последовательности какие-то цифры, символы или рисунки. оператор должен был мысленно передать эти сведения из Новосибирска за несколько тысяч километров. Его компаньон находился на Диксоне. И этот компаньон рисовал тоже в зеркалах фигуры или цифры, или знаки. И оказалось, что 80%, 85% он рисует те знаки, которые смотрел и видел у нас в Новосибирске наш оператор. Ученые понимали, они оказались за гранью возможного. Ведь фактически было получено подтверждение того, что параллельное пространство, описанное Козыревым, существует. Именно через него передается информация. И ход времени в неизведанном пространстве отличается от нашего. Оказалось, что напарник может нарисовать картинку за сутки, за 24 часа до того, пока его коллега не получит этот рисунок. Получается, что люди могут получать информацию о событии еще до того, как оно произойдет. Или наоборот, путешествовать в прошлое. Это открывало безграничные возможности. Последние землетрясения и цунами в Японии указывают, что обычными компьютерными и спутниковыми системами очень трудно представлять возможные катастрофы на Земле. Это относится к человеческим конфликтам. И, по-видимому, надо искать другие пространства, другие сигналы. Я полагаю, что это одно важнейшее направление Козырева было использовано. Его надо сейчас расширять. Чем ближе исследователи были к разгадке, тем больше странностей возникало на их пути. Во время экспериментов на небе прямо над исследовательским центром появилось северное сияние. Там располагалась грифизическая станция, фиксировали очень сильные возмущения магнитного поля Земли. Это было практически одновременно с главной частью нашего эксперимента. Вопрос, почему это было, пока еще не имеет ответа. Есть только лишь предположение о том, что это опять-таки некое космопланетарное событие, а не просто локально в зеркалах что-то произошло. Нет, это есть некий ответ сопряженного с пространством Козырева информационного поля планеты и не только нашей планеты. Вскоре ученые заметили, что за их трудами словно кто-то наблюдает. В архиве института сохранился любопытный фотоматериал. Мы видим, как объект, который здесь показан, он на мгновение, на мгновение, скажем, несколько секунд зависает опять-таки над зданием в месте проекции зеркал, которые расположены в нашем институте. Это происходит когда мы выполняем особо ответственную авангардную работу. Откуда появились эти странные объекты? И почему, как только эксперименты с зеркалами прекращались, молчаливые наблюдатели исчезали? Непонятно. Зеркала Козырева это телескоп для заглядывания в будущее. Сам астрофизик верил, что когда-нибудь с помощью его зеркал будут исследовать космическое пространство. Каждый день к школьнику из маленькой башкирской деревни приезжают люди со всех концов страны. Рафаэль Батыров ставит диагнозы и лечит людей, глядя на их отражение в зеркале. Этот дар открылся в мальчике семь лет назад. Это было в апреле тоже, ну где-то когда я заканчивал четвертый класс, ну когда поступал в пятый класс, ну как бы было в первый раз, ну шоу, весной, ну проснулся я и увидел как уже вижу в зеркале отражение человека по-другому с органами сначала потом потихоньку начал нарастать и начал видеть органы там по-цветному и процессы. Родители признаются, они не сразу поверили сыну, пока тот не поставил им точные диагнозы. Меня спрашивают, как видишь, ну пойдем в зеркало, пошли к зеркалу, вот, говорят, твою внутренность и все вижу. Вот после этого и пошло, там друзей позвал, ну не верил сначала, не поверил. Друзья пришли, у кого там нога сломана, у кого рука сломана, сначала так потихонечку начал смотреть людей. Рафаэль рассказывает, он видит все процессы в организме. Деление клеток, движение крови, словно на картинке из атласа по анатомии. Первое время он набирался опыта, старался запомнить, как выглядит больной орган. Он признается, в нем уже тогда были какие-то знания по медицине, откуда ему неизвестно. Я же вижу органы и говорю, у кого что, какой орган болит. Если оно неправильно работает, это уже как приведет к какому-то заболеванию. Уже знаю, где, если что не работает, какое заболевание. Здоровые органы работают в определенном ритме, а уже больные органы начинают действовать на другие органы. как ритм организма уже сбивается. Весть о юном лекаре моментально разлетелась далеко за пределы Башкирии. В дом Батыровых потянулись пациенты. Родители были против. Жалко ребенка, который и без того устает после школы. Но не по годам взрослый Рафаэль отрезал. Раз ему дано помогать людям, он будет это делать. Если у меня призвание помочь людям, это уже делать некуда, надо помогать, потому что сейчас детей особенно много болеют. Надо им помочь. Я уже смирился с этим, что надо бороться с болезнями. Сегодня у маленькой Дианы уже четвертый сеанс. Еще две недели назад девочка с трудом ходила. После ангины начались осложнения. Отказали ноги. Да, болели, она не могла вставать, лежала в постели. Болели очень сильно. Нас вот забирала скорая, сказали, что просто дели ноги. То, что мы узнали через Рафаэля, он от нервной системы. Сейчас не жалуется, все нормально, просто хотим долечиться сейчас. Способности Рафаэля проверяли врачи. Диагнозы, которые ставили специалисты, совпадали с теми, что необычный мальчик видел в зеркале. Зеркало для меня как портал для видения, это как аппарат, для врача рентген, УЗИ, для меня зеркало. Сейчас Рафаэль в 11-м классе, готовится к поступлению в ВУЗ. Выбрал медицинский. Говорит, хочет и дальше лечить людей. Он уверен, врач, обладающий необычными способностями, сможет принести гораздо больше пользы пациенту. Почему зеркала наделили его такими способностями, Рафаэль не задумывался. Для него достаточно знать, зачем. И вот если бы какой-то волшебник изобрел зеркала, и вот если бы в зеркале было бы, вот если бы человек подошел, простая девушка, например, по имени Люда, посмотрела бы на себя в зеркало времени, то она увидела бы себя в огненном облечии. Знаменитый российский глазной хирург Эрнст Мулдашев о зеркалах говорит не случайно. В 1999 году Мулдашев отправился на Тибет. Целью той экспедиции было найти город богов, описанный в древних текстах. Полуживые идем по этой, ну, два месяца на высоте 5-6 километров это тяжело. Встречаем иногда неразрушенные китайцами монастыри, в которых живут тибетцы на этой высоте. И вот, вы знаете, они говорят, да, город богов есть, он там глубоко, далеко в горах, если вам повезет, вы его увидите. Но бойтесь одного зеркала царя смерти ямы. Царь смерти что-то понятно. Понимаете, царь смерти. Почему зеркало? Эрнсту Мулдашеву удалось отыскать таинственный город. Среди гор он разглядел не только пирамиды, но и каменные зеркала. Огромное множество вогнутых, плоских, гигантских и малых конструкций. Гора Кайлас самое большое в мире зеркало. Очень трудно сказать под воздействием каких разумных сил эти зеркала могли быть выстроены. Но мое мнение, что не без участия разума. Другой вопрос, какого типа этот разум, человеческий или выше человеческого, вот, это уже нам неизвестно. Но все-таки какие-то воздействия планирования разумных существ вполне могли быть. Мулдашев составил карту схему местности. Наблюдение навело исследователей на мысль, тибетский город богов это место, где был создан человек. Территория древнего города состоит из четырех зон. Снова аналогия с четырьмя стихиями огнем, водой, ветром и землей. Древние знания о свойствах зеркал подтолкнули Мулдашева к открытию Аллапланта, универсального материала, способного регенерировать новый орган. Его готовят из донорских тканей. Вот между клеток существует пространство, заполненное водой. Вот это пространство, межклеточное пространство, называется в медицине словом матрикс. Так вот этот матрикс состоит из множества бочечек с водой, блестящих, прозрачных, красивых, зеркальных. И вот эти бочечки соединены. С этой стороны посмотришь, здесь прозрачно, а там отражающее зеркало. С той стороны посмотришь, здесь зеркало. Во время изготовления Аллапланта в лаборатории в буквальном смысле разрушаются эти зеркала. Энергия, которая продолжает витать в межклеточном пространстве, собирает разрушенные зеркала в микроскопические шары. Таким образом, если глубоко не удаваться в структуру Аллапланта, это микроскопические кругленькие зеркальные шарики, которые в своей совокупности могут представлять и плоские поверхности зеркал, они могут привлекать из крови стволовые клеточки. А стволовые клетки, как известно, из них строится все, что необходимо организму. Самой знаменитой пациентке центра Мулдашева Тамаре Горбачевой во время операции пересаживали донорскую сетчатку, внутреннюю оболочку глаза. Ориентируясь на голограмму донорского органа, зеркала из Аллапланта строили проекцию здорового глаза, а потом этот невидимый каркас заполнялся уже собственными новыми тканями. Вырос даже хрусталик. Пациентка видит уже 10 лет. В ночь после операции, когда мы с моей операционной сестрой Оксаной пошли к ней, я открыл, вот снял повязку, как в кино про врачей показывают, вот снял повязку, значит, посветил ее там светом, и Тамара закричала, о, сколько света, я сойду с ума. Я не привыкла, я не привыкла, у меня крыша едет и все прочее. Несмотря на обширные знания и медицинские регалии, Мулдашев говорит, все дается человеку богом. Свои философские мысли выражает в картинах. После десятка сложнейших операций в день, знаменитый глазной хирург сидит в своем кабинете и рисует. И часть работ посвящены загадочным свойствам зеркал. В процессе рисования я рождаю новые научные идеи. И уже родилось довольно много операций, которые родились именно в процессе рисования. Ну, видимо, бог дал руки рисовальные. Московский исследователь Евгений Радимин несколько лет назад увлекся изучением редкого вида искусства монотипией. Художник не рисует картину, а получает ее в результате оттиска невысохших красок. Главная ценность такого изображения это узнаваемость случайного образа. А что будет, если монотипия делать с помощью зеркальных коридоров? Передо мной большое полупрозрачное зеркало, а сзади тоже зеркало, но непрозрачное. Человек, которого мы называем перцепиентом, находясь на моем месте и созерцая зеркала и зеркальный коридор с уходящими вдаль лампочками, он погружается в так называемое измененное состояние сознания. В это время мастер монотипии готовит рисунок. Несколько хаотичных мазков краски и случайный оттиск. Пока краска не высохла, картинку кладут в эпидиоскоп, специальный световой прибор. Он транслирует изображение на полупрозрачное зеркало. С другой стороны, на него смотрит испытуемый. Мы столкнулись совершенно удивительными явлениями. Когда мы делали на зеркалах эти картиночки, вдруг обнаружилось, что количество узнаваемых изображений резко возросло. Сегодня в коллекции исследователей не один десяток удивительных работ. Эту сделала маленькая внучка Радимина, наглядевшись на аквариумных рыбок. Это получилось в канун Рождества. А такой рисунок Борзой вышел у человека, который скучал по своей собаке. Исследователи проводили эксперимент за экспериментом. И каждый раз, если монотипии готовились с помощью зеркального кабинета, появлялся узнаваемый образ. Оставалось выяснить, почему. Одна из гипотез, информацию в виде электромагнитных волн отправляет человеческий мозг, точнее, эпифис, или третий глаз. Зеркала, являясь частью системы лазера, начинают проецировать вот эти электромагнитные излучения на картинки, которые мы называем монотипи, на краски и на жидкие кристаллы, которые находятся в этих красках. Мы считаем, что мы столкнулись с явлением, когда на монотипях, на красках, которые в себе всегда содержат жидкие кристаллы, записывается голографическая картина. В данном случае глаза своеобразная передающая антенна. Испытуемый смотрит на зеркало, лучи проходят через систему зеркал и попадают на краску, изменяя структуру воды. Но в своих экспериментах исследователи столкнулись с неожиданностью. Монотипии рассказывают не только о том, что было, но и о том, что будет. Я делал монотипию и получилось вот нечто такое, что напоминает языки пламени, огонь. Я вот лег спать с какими-то такими нехорошими очень предчувствиями. Утром из новостей Евгений Радимин узнал о пожаре в полиции израильского города Хайфы. В огне погибла начальник участка Ахова Тамер, подруга детства Евгения Радимина. Получается, что, находясь внутри зеркального кабинета, человек способен сам того не желая получать информацию о любом событии, даже будущем. А техника монотипии позволяет записать эту информацию на бумагу в виде образов. То же самое происходит во время гадания. Глядя в зеркальный коридор, человек погружается в состояние легкого транса, измененного сознания. В этом случае его мозг начинает считывать и перерабатывать информацию, содержащуюся в пространстве. В подсознании формируется образ. И с помощью биоизлучения, которым обладает глазное дно, этот образ проецируется на зеркала. Так образуется голограмма. Ее-то и видят гадающие. Считается, что выпуклые и вогнутые зеркала обладают разными свойствами. Первые лучше отдают энергию, вторые поглощают. Есть мнение, что вся наша Вселенная это бесконечная зеркальная конструкция. Люди невольные участники борьбы гигантских зеркал, земной поверхности и атмосферы. Этим объясняется стремительное старение всего живого на планете. Небо забирает наше время, а Земля отдает информацию о себе далеко за пределы галактики. Ее куда-то эту информацию можно передавать на очень большие расстояния. Может быть даже без нашего согласия природа может распорядиться трансляцией вот такой генетической информации с помощью этих зеркал на другие дальние планеты и там будет зарождаться жизнь. Мир зеркален. Отражающие поверхности имеют и гигантские предметы и микроскопические частицы тканей из которых состоит все живое. Это наверняка не случайно. Ведь свойства зеркал почти не изучены. Когда-нибудь человечеству откроются знания о его величестве зеркале. Но время пока не пришло. зеркален. 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 Зеркален.